Сегодня мы готовим рулет из очень хорошего приготовленного дома фарша. Весь секрет рулета в ингредиентах фарша, поэтому смотрите подробности на сайте экзотика стиль жизни. А начинкой для рулета послужат вареные вкрутую яйца и та трава, аромат которой вам более всего приятен в мясных блюдах. Может быть это укроп, в данном случае это кинза, может быть вы любите смеси других трав. Обернем мы наш рулет в сырокопченый бекон. Если при разделке дичи, такой как гусь, у вас осталась кожа от гусиной шейки, то это послужит еще более вкусной оберткой для нашего рулета. Смотрите подробности на сайте экзотика стиль жизни. Мы подготовили фольгу. Выкладываем на нее аккуратно две полосочки бекона. Сверху кладем готовый мясной фарш, который мы и посолили, и поперчили. А начинка у нас из рубленых яиц, которые тоже можно сдобрить любимыми вашими специями. Чтобы рулет получился хорошим и вкусным, берите только те специи, которые вы действительно любите. Аккуратно закрываем наш рулет сверху мясом, фаршем, защипываем рулет, формируем его в ровную колбаску. Здесь у нас получается с вами рулет без специи, то есть в натуральном виде. Такой вот он аккуратный. Внизу у нас лежит подложка из бекона. Или это может быть у вас утиная или гусиная шейка. Что на самом деле будет настоящим деликатесом. Вот такой он аккуратный, со всех сторон ровный. И сверху можно еще раз его проложить высококачественным, очень вкусным беконом. А то, что у нас получится после запекания, вы увидите чуточку позже. А сейчас он может отправляться в духовку. Не прошло и часа, как мы достали из духовки наш рулет. Посмотрите, какой он румяный, красивый и уже готов к подаче на праздничный стол. Теперь мы можем аккуратно разрезать его и посмотреть, что у нас получилось внутри. Вот такая вот начинка, которую вы можете варьировать по вашему желанию. Кушайте и наслаждайтесь! Смотрите подробности рецепта на сайте экзотика стиль жизни. Попробуйте, и вы не сможете готовить по-иному.